Впереди пожароопасный период, и об этом мы поговорим с нашим гостем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому городскому округу Олегом Савченко. Здравствуйте, Олег Викторович. Здравствуйте. Итак, впереди действительно пожароопасный период. К чему готовится и каков прогноз надзорных органов МЧС России относительно нашего городского округа? Ввиду, что на территории городского округа на сегодняшний период произошло 133 пожара, два человека погибло, травмированных пока нет. Рост числа погибших наблюдается на одного человека, причем два этих погибших мужчины зрелые достаточно, и по опросу свидетелей и соседей достаточно долгое время употребляли спиртные напитки. Предполагаемая причина – это неосторожное обращение с огнем к состоянию алкогольного опьянения. Мы уже наблюдаем на территории округа резкий всплеск горения травы. Уже зафиксировано 30 случаев. Хочу сказать, что в прошлом году мы только в середину апреля достигли такого уровня. То есть, ну, сколько говорить о прогнозе, да, он оправдывается. Мы предполагали, что в связи с тем, что зима была не снежная, достаточно долгое время стоит сухая погода, дождя нет. Естественно, возникновение пожаров, в том числе травяных пожаров, вероятность значительно увеличивается. Какие же меры необходимо предпринять, чтобы, и, может быть, уже предприняты, чтобы обеспечить наиболее безопасные условия для наших жителей? Ну, первые организационные меры все уже реализованы. На территории округа проведено соответствующее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности изданы соответствующие постановления, которые регламентируют работу как и органов местного самоправления, надзорных органов, органов государственной власти, расположенных на территории района. И сегодня необходимо в кратчайшие сроки в тех населенных пунктах истоводческих товариществ, которые у нас приближены к лесным массивам, и где существует угроза перехода лесного пожара на жилые строения граждан, либо наоборот, от пожара, который может возникнуть в жилом помещении на лесной массив, создать соответствующие минерализованные полосы, которые помогут как раз и преградить распространение огня. Также мы в данных населенных пунктах и садоводческих товариществ будем проверять и совместно с органами местного управления уже реализовывать такое мероприятие, как установку или ремонт систем звуковой сигнализации, предупреждающей о пожаре, чтобы граждане и жители могли своевременно эвакуировать в своих строениях на безопасную удаленность, на безопасную зону. Сегодня необходимо также в кратчайшие сроки проверить источники наружного противопожарного водоснабжения, пожарные гидранты, либо пожарные водоемы, которые находятся на территории наших населенных пунктов, в том числе и искусственные водоемы, которые подземные, закопанные в земле, посмотреть уровень наполняемости воды и, соответственно, его привести в должное состояние. И мы всем гражданам рекомендуем при наших объездах, встречах с гражданами укомплектовать свои жилые строения, которые находятся в сельских населенных пунктах, огнетушителями, либо во дворе поставить бочку с водой, для того, чтобы незамедлительно, скажем, при первых признаках возгорания принять меры к тушению и, конечно, не допускать сами палы травы. Это что касается частных домов. Но сейчас очень многие жители нашего округа находятся в режиме самоизоляции, в том числе и дети. И, видимо, возникает повышенная опасность именно пожаров в быту. Какие меры необходимо соблюдать вот этим людям? С 30 марта на территории Московской области по становлению губернатора Московской области введен особый противопожарный режим, а, соответственно, с этим запрещено разведение костров и пал сухой травы. Что касается нашим домовладельцам и квартиросъемщикам ответственным, мы настоятельно рекомендуем не включать неисправные электроприборы в электросеть. Это может привести к пожару. Не перегружать в наши электросети достаточно большим количеством одновременно включенных электроприборов, что может привести к перегрузке электросети и, естественно, ее воспламенению. Также мы просим, настоятельно просим, не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. И особенно вызывает тревогу количество участившихся случаев сброса окурков с балконов, которые, в свою очередь, порывом ветра залетают на нижние лежащие этажи и балконы, и в результате происходит возгорание. На сегодняшний период такие случаи уже зафиксированы в этом году. Но, слава богу, что они не привели к никаким катастрофическим последствиям. Также мы напоминаем родителям, в связи с тем, что дети находятся в основном-то дома, как-то беречь детей от шалости с огнем. В свою очередь, необходимо спрятать в места, недоступные для детей, источники зажигания, подальше убрать зажигалки, спички и, естественно, какие-то легковоспламеняющиеся жидкости. И, наверное, все в новостях, в том числе федеральных каналов, смотрим и видим, что участились случаи взрыва бытового газа. Соответственно, люди находятся дома, пользуются газовыми приборами. Поэтому настоятельно рекомендуем и напоминаем о безопасной эксплуатации газового оборудования. И в случае наличия и понимания, что есть какая-то утечка или запах газа, незамедлительно вызывать газовую службу. Ни в коем случае не пользоваться открытыми источниками огня и не пользоваться включателями и выключателями, потому что может произойти искрообразование, соответствующее подрыв газовой смеси. Вот такие небольшие рекомендации. И, естественно, при обнаружении первых признаков пожара необходимо сразу звонить по телефону 101 либо 112 и вызывать пожарные подразделения. Соответственно, оповестить своих соседей, близких, и эвакуироваться в безопасную зону. Ну, все эти правила, я думаю, хорошо известны. Тем не менее, лишний раз повторить их никак не помешает. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому городскому округу Олегом Савченко. К другим новостям.